Учится Республика Удмуртия. Один из потерпелых выбросил с кабинета, який охапил пожар, с допомогой пожарной автолесвецы. Еще один был выротованный с выкрыстанием так званого куба життя. Для эвакуации людей потребовалось меньше 5 минут. Усяго у поликлиницы на момент учебного здарения находилось около 400 человек. Поскольку мы работаем второй год, ежемесячно стараемся проводить эту операцию эвакуации, для того, чтобы каждый сотрудник знал и понимал, куда ему необходимо выходить, как действовать в экстренных ситуациях и, самое важное, как еще помочь пациентам, особенно тем, которые имеют трудности с передвижением, эвакуироваться из, возможно, горящего здания. Единый день безопасности продлится до 1 марта. Отработка плановой эвакуации будет произведена на всех объектах с массовым пребыванием людей. Мы также окажем помощь администрации этих объектов в корректировке планов эвакуации и, может быть, подскажем, какие-то оптимальные решения. Вторую делу в учебном мероприемстве приняли и волонтеры «Червоного крыжа». Яны организовали для присутствующих майстер-классы по оказанию первой медицинской допомоги на месте здоровья. Первая помощь – это не медицинская помощь. То есть первая помощь оказывается без врачебных каких-то, во-первых, знаний, во-вторых, без специальных знаний, приемов, навыков медицинских. Поэтому очень часто медработники находят что-то новое в наших курсах по первой помощи. Наши инструктора далеко не все являются медработниками. Это не является какой-то критерием принятия инструктора по первой помощи. Потому что, когда медработник оказывается без своих каких-то специальных средств, он зачастую теряется и не знает, как оказать первую помощь. Ну, мы не про всех говорим. Но часто проводим для медработников, поэтому я надеюсь, что было для них тоже полезно.